АЛЛОТРОПНЫЕ ВИДОИЗМЕНЕНИЯ УГЛИРОДА АЛЛОТРОПНЫЕ ВИДОИЗМЕНЕНИЙ УГЛИРОДА Исследовать области применения аллотропных видоизменений углерода. Аллотропия – это явление образования одним и тем же элементом двух или более простых веществ. Углерод существует в виде нескольких аллотропных видоизменений. К ним относятся алмаз, графит, карбин, фуллерен. Алмаз. Алмаз имеет атомную кристаллическую решётку. Каждый атом углерода в алмазе связан четырьмя прочными ковалентными связями с соседними атомами, расположенными в вершинах тетраэдра. Ковалентные связи между атомами углерода СС короткие и очень прочные. Поэтому алмаз – твёрдое, тугоплавкое вещество. Температура плавления алмаза составляет 3800 градусов по Цельсию. Алмаз плохо проводит тепло и ток. Алмаз является самым твёрдым веществом в природе. Также алмаз является эталоном твёрдости. Огранённый алмаз называют бриллиантом. Слово «алмаз» происходит от греческого слова «адамас», «адамантос», что означает «непобедимый», «несокрушимый». Древние евреи называли алмаз «шамир». Индусы называли его «фарий». Римляне – диамонт, арабы – алмаз, что означало «самый твёрдый». Алмаз-шах массой 90 карат или 18 граммов, жёлтого цвета, очень прозрачный, длиной 3 сантиметра. Был найден в Центральной Индии. Алмаз был доставлен шаху Низаму. Низам приказал вырезать на одной грани алмаза надпись «Бурхан-Низам-шах-второй». А на другой стороне – тысячный год. Графит. В переводе с греческого «графо» означает «пишу». Графит представляет собой тёмно-серое кристаллическое вещество, жирное на ощупь, обладает слабым металлическим блеском. Графит при температуре 3700 градусов по Цельсию переходит из твёрдого состояния в газообразное. Он хорошо проводит ток и тепло. Кристаллическая решётка графита атомная, но в графите атомы углерода расположены слоями. Связь между отдельными слоями слабая, поэтому графит мягок. Его плотность в полтора раза меньше, чем у алмаза. Графит и алмаз – это взаимопревращаемые вещества. Из алмаза при температуре 2000 градусов по Цельсию и давлении 100 000 атмосфер можно получить графит. Из графита можно получить алмаз. При условиях инертная атмосфера температура 1800 градусов по Цельсию. Карбин – мелкокристаллический порошок чёрного цвета. Впервые он был синтезирован российскими химиками в 60-х годах XX века. Позже он был обнаружен в природе в составе минерала чаоид. Карбин имеет линейную структуру. По твёрдости превосходит графит, но значительно уступает алмазу. Карбин является полупроводником. При нагревании до 2800 градусов по Цельсию без доступа воздуха переходит в графит. Карбин обладает особым свойством – совместимостью с тканями организма человека. Это свойство используют в медицине. Из волокна с карбиновым покрытием изготавливают искусственные кровеносные сосуды. Фуллерены. Фуллерены синтезированы в 80-х годах XX века. Они представляют собой многогранники, содержащие от 60 до 110 атомов углерода. Наиболее изучен фуллерен С60. Он состоит из 13 пятиугольников и 26 угольников по форме, напоминающих футбольный мяч. Атомы углерода могут образовывать полые трубки – нанотрубки. Фуллерены и нанотрубки – это основа технологий будущего – нанотехнологии. Древесный уголь. Древесный уголь после нагревания без доступа воздуха сохраняет тонко-пористое строение древесины и имеет большую поверхность. Благодаря этому он обладает особыми свойствами. Адсорбция. Это поглощение газообразных или растворённых веществ поверхностью твёрдого вещества. Обратный процесс – десорбция. Это выделение этих веществ. Вещества, на поверхности которых происходит адсорбция, называются адсорбентами. Адсорбируемые вещества – это адсорбаты. Активированный уголь используется для очистки сахарного сиропа от примесей, придающих ему жёлтый цвет, а также для очистки растительных и животных жиров. Свойства активированного угля. Если раствор красителя или чернил взболтать с порошком древесного угля, то происходит обесцвечивание раствора. То же самое можно наблюдать и при погружении небольшого куска угля в колбу с газом бурого цвета – НО2 – диоксидом азота. Эти опыты показывают, что древесный уголь при обычных условиях поглощает газ и растворённые вещества. Перейдём к выполнению заданий. Первое задание. Сравните свойства алмаза и графита по твёрдости, электропроводности, а также сравните кристаллические решётки этих веществ. Правильный ответ. Твёрдость алмаза очень высокая. Графит мягкий, уступает по твёрдости алмазу. Твёрдость его небольшая. По электропроводности. Алмаз плохо проводит ток. Графит, наоборот, хорошо проводит электрический ток. Кристаллическая решётка обоих веществ атомная. Следующее задание. Соотнесите аллотропные модификации углерода и области их применения. В левом столбике даны аллотропные модификации углерода. Алмаз, графит, фуллерен и карбин. В правом столбике области их применения. Правильный ответ. Алмаз используется в ювелирном деле. Графит используется в качестве электродов. Фуллерены используются в нанотехнологии. Карбин используется для получения искусственных кровеносных сосудов. Следующее задание. Как называется процесс поглощения газов, паров, веществ из раствора или газовой смеси поверхностным слоем жидкости или твёрдого тела? Процесс поглощения газов, паров, веществ из раствора или газовой смеси поверхностным слоем жидкости или твёрдого тела называется адсорбцией. Следующее задание. Активированный уголь применяют В качестве поглотителя токсичных веществ в противогазе. Правильный ответ. Активированный уголь применяют в качестве поглотителя токсичных веществ в противогазе. Подведём итог урока. Сегодня на уроке вы узнали строение и свойства аллотропных видоизменений углерода. Исследовали области применения аллотропных видоизменений углерода. Урок окончен. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова